Это Заяц. Фотографии мне в свое время прислала много Татьяна Александровна. Уникальный человек. На данное время она уже в небесном саду, в царстве небесное. Она писала фотографию и написала. Я сфотографировала ночью из окна. Может, в сумерках из окна. Поздравить в это время я у нее садился. И у меня еще будет серьезный разговор. Очень серьезный. Я уже начинаю сделиться. Чуть ниже об этом. Потому что все меньше мужчин. То есть штаны есть в штанах. Людей в штанах меньше не стало. Мужчин среди них все меньше и меньше. Вот меня зло берет. Я помню свое детство. Я помню, как этих сусликов ловили всей школой. Много чего помню. Колоски собирали, все делали. Вот эти самые буквально из леса не вылазили. Вот. В войну играли. Ну, самое главное, что первым делом, что я научился, когда мне надо было стать охотником, самое легкое, это ловить зайца. Вы скажете, не гуманно? Да, не гуманно. А собак кто кормить будет? А? И помните времена, когда мяса не было? Вообще не было. Мы один раз случайно задавили баршука. Ехали на моей девятке в Туу. Задавили баршука. Вот. Самый старший из нас разделал его. Вот. Тут же на костре сделал. Говорит, жрите, ребята. Боль другого мяса нет и быть не будет. Правда, натопил еще несколько литров это, башучего жира. Мы никогда не пропадали. Но здесь-то уже не осталось мужиков. За что меня берет зло? Вы посудите сами. Заяц залазит и безнаказанно жрет саженцы. Ценой, помните, как там было? Почти бесплатно, тысяча рублей. Он их жрет. Заделать дыры в этом, в ограде. Некому. Вот. Поставить петли, это ребенок может сделать. Да, не гуманно. Но готовится он к другим временам. На всякий случай. Более тяжелым временам. Значит, что? Проблема, что с зайцем поймать. Вы знаете, как все времена настали? Когда целое село терроризирует какой-нибудь волк или медведь, и все мужики сидят по домам, нос не высовывают. Это показывают по телевизору. Вот. А тут с зайцем справиться невозможно. Но я фактически пожурил мужиков. Таких мужиков. Вот. Представляешь, что я это самое. Я бы сидел дома в таких случаях. Но перевожу немножко в шутку. Итак. Заяц, кролик это почти одно и то же. Только кролик уши короче. И сало побольше. Так вот. Кролики. Вспоминаем. Это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического го, легко усвояемого мяса. Помните этих артистов, которых так и назвали кроликами? Потом. Ну и что? Будем зайцев ловить на мясо. Прекрасная дичь. Прекрасная. Прекрасная дичь.